Приветствую всех, ребята! Убедительная просьба устроиться поудобнее, так как мы продолжаем проходить игру под названием Mermaid Swamp. Прошлая серия закончилась на том, что мы вошли в заброшенный дом. Для... Для чего? Да для того, чтобы снова шариться здесь и всё осматривать. Собственно, чем мы сейчас и будем заниматься. А что же я буду делать ещё параллельно с этим, так это нести всякую бейду своим монотонным голосом. Потому что другим голосом мне это делать не получается. В общем-то, сегодняшнее прохождение я хочу сделать подольше, чем обычно, так что предостерегаю вас, что вам всё очень может быстро надоесть и наскучить. Но вполне есть вероятность, что данную ситуацию исправит какой-нибудь неожиданный поворот событий. Но, разумеется, мы это уже узнаем по мере прохождения игры. Итак, это у нас последняя комната в западном крыле. Давайте её тщательно осмотрим. Мало ли что-нибудь тут завалялось, там в аквариумах, к примеру. Как вы помните, мы читали дневник мальчика, и он писал, что он выкинул какую-то штуковину блестящую к рыбкам. Но, походу, нам придётся искать в других аквариумах. Господи, сколько же тут аквариумов. Наверх мы не сможем попасть. Скользко. И что теперь делать? Мне нужно как-то попасть наверх. А для этого нужно убрать тину с лестницы. И как же нам убрать эту тину? Ну, естественно, нам нужны приборы для уборки. Складовые, насколько вы помните. Но мы туда вернёмся после того, как осмотрим восточное крыло. И, пожалуй, начнём с ванной. Да, сразу же нас тут встречает блестяшка в грязной мутной воде. В воде что-то блестит. Взят ключ. Фу, какая склизкая вода. Меня чуть не стошнило. Понимаю. Приходится иногда рыться. Ладно, не буду грязно выражаться. Давайте лучше молча приступим к осмотру. Восточного крыла. Здесь у нас... Вот эти вот часы. Вот с ними сто процентов нужно будет воздействовать пружиной. Которые мы прежде читали в записках в основном доме. Я точно уже не помню, где мы читали. Мне что-то память совсем уже отшибает. Так, это у нас последняя комната. Тут всё так же. Дверь приоткрыта. Её можно открыть какой-то палкой. Палки у нас нету. Поэтому давайте вернёмся и попробуем этим ключом, что мы нашли ванной, открыть запертую дверь. Не будем же мы эти ключи солить. Правильно, ребят? Двигаемся. Это вроде как эта комната, да? Да, она самая. Давайте откроем её. Вот и наш ключик. О, тут же библиотека. Так, это мы не можем прочесть. Это тоже. Слышь, Светару, тут для тебя новое убежище нашли. Можешь тут затусить. Ты же у нас вроде как любишь почитать, правильно? Наверху что-то блестит. Да, и мы это достать не можем. Надо искать то, чем мы это сможем достать. Давайте этим изумёмся. Либо вернёмся за швабрами. Либо не будем торопиться это делать. Так, давайте перезойдём сюда. Может, она вернётся. Да, вернулась в исходную позицию. Попробуем это использовать как подпорку, чтобы достать то, что у нас сверху там блестит. Пододвигаем. Да уж. Мне эта штука сразу подозрительной показалась. Что это? Пружина? Взято пружина. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух. Вай. Эй, вставай. Очнись. Грин, зачем ты здесь спишь? Вставай скорее. Ю... Юка, ты выздоровела? С тобой снова всё в порядке? Ага. Я немного простудилась, а потом внезапно проснулась здоровой. Даже не знаю, как это вышло. Ю... Юка! Глупышка, глупышка, глупышка. Знала бы ты, как я волновалась. Ха-ха, ну, прости, но теперь-то всё хорошо. Всё замечательно, и карта нам не нужна, раз ты здорова. Хочешь есть? Конечно, хочешь. Еды почти не осталось, так что беги скорее. Ага. Только погоди секунду. Да? Что такое? Может, ты уже догадалась сама, но... Теперь я знаю тайну этого дома. Тайну? В смысле? Хе-хе, ладно. Я расскажу тебе. Видишь ли? Я заложница. Что? Рин, Рин, пожалуйста, помоги мне. Я так замёрзла. И мне больно. Юка, что с тобой? Эй! Нет, 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 нет. Спаси меня скорей. Мне не шевельнуться. Больно, холодно, 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 холодно. Ю... Зачем ты бежишь? Не беги от меня. Постой, постой. Помоги мне. Помоги мне, помоги мне. Спаси, спаси. Спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси. Юка. Спаси меня. Рин? Рин, вставай, нашла время спать. Сейтаро? Ну что, где Юка? Куда она ушла? Юка? Вставай, глупая. Юка в кровати. Где ещё быть? Нам нужно отвезти её в больницу. Как ты вообще додумалась лечь спать в такое время? Только не говори мне, что ты нашла карту. Я... Нет, я... Постой, я что, потерял сознание? Потеряла сознание? Ты что, упала и вырубилась? Боже, тебе ничего нельзя поручить. Да закрой рот. Сам-то ты много нашёл. Пока нет. Тот дом мы уже весь переворошили. Так что надо искать тут. Я займусь кабинетом. Здесь столько книг и бумаг, что работы хватит надолго. А ты пройдёшь по другим комнатам. Если что-то найдёшь, сразу иди ко мне. Да что с тобой такое? Ты не заболела или съела что-то не то? Нет. Это был только сон. Такой яркий. Такой реальный. Я чуть не поверила, что Юка выздоровела. Тайна. Какая ещё тайна? Что Юка пыталась мне сказать? Чёрт. Даже если это был сон, хотела бы я знать. Ладно. Не моё дело. Если устала, иди спать. Если нет ищи, я рассчитываю на тебя. Ну, давайте поговорим с ним. Что случилось? Нашла что-то? И всё? Нет. Что ж, ребята, на этом, думаю, мы закончим. Ладно, я шучу, конечно. Давайте... У нас есть пружина, и пойдём, естественно, её вставим в часы. Вероятно, извлечём оттуда что-нибудь полезное нам. Блин, что же я так туплю? Зачем я в ванну зашёл? Извините меня, пожалуйста. Господи. Да, у меня такое чувство, что мы нескоро вернёмся в дом за нашими хозяйственными приборами, чтобы почистить эту самую тину с лестниц. Так, давайте вставим пружинку. Это пружина от часов. Вставить пружины. Что-то мы завели их. И всё. Часы идут. Что дальше? Ага, у нас код. Что ж, давайте попробуем, наверное, вставить месяц-август, как у нас было при входе в дом. Просто у меня других идей нету. Какой это может быть код ещё? Смотри, подошла. Чпок. Так, это ещё что? В часах открылась небольшая ниша, похожая на механический тайник. Взята бутылка с жидкостью. И что же это за жидкость нам дали? Давайте глянем. Фу, как воняет. Бедный мой нос. И что же это может быть? Пошли тогда к Сайтару. Он говорил, что если мы найдём что-то, то... Чтоб показали ему, спросили. Вероятно, он им скажет. Что же в той бутылке? Он же у нас кто там? Химик? Либося. Что случилось? Нашла что-то? Жидкость в бутылке. Смотри, что я нашла. Не знаешь, что это? Пахнет отвратительно. Хм. Эй, это же соляная кислота. Где ты её взяла? Солёная кислота? А она опасная? Если обращаться осторожно, то нет. Но смотри, не пролей её на себя. Она сожжёт тебе всю кожу. Я не представляю, что нам придётся делать с этой соляной кислотой. Поэтому давайте сейчас пойдём осмотрим последнюю комнату в этом доме. И вернёмся обратно в дом основной за нашими приборами для уборки. Болото отсюда как на ладони. Выглядит жутковато. Да, мне кажется, ты это уже говорила нам. Граф пола ведёт вниз. Чтобы спуститься, нужно веровкой к чему её привязать. Можно пробить её к полу, но тогда нужен ещё и молоток. Так, значит, мы не зря возвращаемся в наш дом основной. Потому что... Если вы помните, там в одной из комнат был ящик с инструментами. На полу лежит один из штырей. Пожалуй, пригодится. Ладно, возвращаемся в дом за молотком. И этот самый штырь, вероятнее всего, нам и придётся прибивать к полу. Там наверху, рядом с камином. Это ж какими гениями надо быть, чтобы сделать вход в потайную комнату через камин? Туда, наверное, все чёрными спускались. Ой, простите меня, я уже путаюсь. Совсем уже плохой стал. Походу, мне уже начинает мучить склероз. Или что-то вроде того. Ну, естественно, не менее опасный языкозаплетун. Не знаю, это я только что придумал. Хотя, вероятно, такой диагноз тоже существует. Не будем гадать. Давайте вернёмся сразу же в наш заброшенный дом. Глянем, что у нас там из предметов есть интересного. Вот в самом низу мы видим молоток и каменный штырь. Давайте сходим сейчас и попробуем этот штырь прибить к полу рядом с камином. Да, я знаю, что у нас верёвки нету, но я думаю, мы можем какую-то там заготовочку сразу сделать. Чтоб они не мешались. Да уж, сложно представить, каково это жить самому в таком огромном особняке. Да ещё и рядом с таким жутким болотом. Я бы, наверное, уже давно бы свихнулся на месте этого деда. Нет, у нас предметы не горят как активные, и раз уже Рин не повзаимодействовала с этим камином, то значит, пока не достанем верёвку, то у нас ничего не получится. Придётся предметам нашим ещё помаячить в инвентаре нашим. Какой же я феноменальная память, конечно. Придётся возвращаться за инструментами для уборки. Обратно. О боже. Я более чем уверен, что пока вы смотрели, это не кричали. Дурак, ты же забыл эти с чулана достать инструменты, чтобы убирать. Куда ты попёр? Ладушки, давайте уже заберём то, что собирались, и наконец поднимемся. О, швабра, теперь можно смыть тину с лестницы в старом доме, хоть и лень напрягать задницу. Господи, да тебе и... И лень покушать приготовить, и... Хочешь, чтобы ещё и за тобой посуду мыли, да ещё и лень убирать? Твой муж, наверное, в будущей повесится. Хотя кто тебя в жёну возьмёт? С таким-то характером. Хотя, вроде как наш библиотечный воинг тебе неровно дышит, так что у тебя ещё есть кое-какие шансы. А вот с Ютой там серьёзные проблемы. Ну что ж, давай, бери швабру и дерзай. Что ещё остаётся делать? И как я дошла до такой жизни? Мою полы в заброшенном доме. Ну, ты же хочешь спасти свою подругу, верно? Так что тебе придётся и не такое делать. Что ж, приступаем к нашим обязанностям. Обсматривать каждый угол незнакомых комнат. По-прежнему ничего. Эти дыры мешают проходить нормально. Странно, тут вообще ничего. В мусорном бедре лежат старые документы. В одной из бумаг какая-то странная запись. Интересно. Меня обманули. Я бы никогда не вышел за него замуж, если бы знала, что творится в этом доме. Но они скрыли от меня правду. Теперь мне никогда не уйти отсюда. Я знаю их тайну. Значит, я проклята. Боже, да что тут творилось в этом доме, когда они тут жили? Боюсь даже представить себе. Ладно, давайте дальше осматривать комнаты. Посмотрим, что у нас тут. В комоде сложены дорогие кимоно. Кроме них здесь лежит клочок бумаги. Это просто омерзительно. Я никогда не смогу смириться с этим. Мне нужно бежать отсюда. Я хочу, чтобы вы все умерли, чудовище. Мне противно даже, когда вы просто касаетесь меня. Интересно, эту записку оставила та самая жена? В зеркале туалетного столика написано Римская цифра 8. Так, получается, это был код к часам. Я думаю, им вообще следовало другой пароль поставить к этим часам, потому что многие, как и я, думаю, также подумали, что это мог быть месяц. Широкая дыра в полу не дает пройти в комнату. Можно было бы положить на пол пару досок, чтобы попасть внутрь. Есть здесь где-нибудь поблизости доски? Есть, конечно, ими было заколочено. Блин, вот эти скримеры, мне кажется, кто-то снова смотрел на меня. Хотя это не совсем скример, это просто внезапная картинка, но... Дверь сломана. Через нее не пройти внутрь. Это, конечно, была просто картинка, но... Знаете, даже такое может напугать, если честно. Не то, чтобы напугать, а заставить содрыгнуться, так сказать. Даже не знаю, лучше сейчас нам пойти почистить ступеньки на той стороне, или лучше доски попробовать вытащить. Чем их там? Молотком можно... Молотком нельзя взаимодействовать. Может, этой серной кислотой гвоздь попробуем расплавить. Не знаю. Интересно, а кислота сможет расплавить гвозди? Надо попробовать. Взяты доски. Ладушки, ребятушки, пошли дальше тогда. Пойдем почистим ступеньки на... Восточной стороне и поднимемся там, посмотрим что. Потому что наверху идет обрыв, который мешает нам пройти дальше по коридору. Это должно помочь. Боже, как я устала. Где же твоя выносливость, а? Какая-то спальня без мебели совсем. Кровать, кровать. Да, ничего отдельного тут не видим. То же самое. Пошли тогда дальше смотреть. В любом случае, думаю, эта комнатка тут стоит не зря. Мы там что-то сможем найти. В дальнейшем. Дверь заперта. Комната с аквариумом. Может, здесь он закинул что-нибудь? Ну, тот самый мальчик, который в дневнике писал, что он к рыбкам выкинул что-то. Нет. Странно. Ничего. Для чего тогда и эта комната? Если тут тоже ничего нету. Ладно, пошли тогда сразу вернемся на ту сторону. Заделываем провал в дыре. И осмотрим последнюю комнату в этом доме, в котором мы еще не были. Хотя нет. Еще закрытая та комната. Есть. Ну и прибитая. Или что она там? Прибитая была, да? Соседняя с этой. Так. Используем наши досочки. И заходим. Господи. Мне сначала показалось, что эта дыра это чей-то силуэт. Немножко шуганулся даже. В мусорке ничего. Телефон. Черный телефонный аппарат. Наверняка давно уже не работает. На полках стоят книги. Одна из них озаглавлена дневник. Я потерял ключ от бойлерной. К счастью, у меня осталась копия. Но мне нужно быть осторожней. Служанки говорят, что ничего не знают. Я им не верю. Служанки хотели почистить камин в холле. Я строго наказал их. Неужели они не понимают, что... Я же сказал им даже близко не подходить к камину. Мне нужно быть осторожней. Да, явно какой-то параноик этот хозяин был. Красивый пейзаж. Так, вода аквариума хмутно-зеленая. Корзина со спортивным инвентарем. Мне лежат несколько клюшек для гольфа. О, даже одну мы взяли. Наверняка ее можно будет даже использовать как палку, чтобы открыть шкаф в комнате, где спали служанки. Давайте, собственно... Так, тут тоже у нас... Давайте тогда перейдем... Пойдем туда сразу. Телефон. Попробуем поднять трубку, хотя я не знаю, если это хорошим вообще может закончиться. Телефон? Как он может звонить? Электричество же отключено. Телефон. Алло? Спаси меня. Юка? Алло, Юка, это ты? Я больше ничего не слышу, но это точно была Юка. Юка. Слушайте, давайте пока что оставим эту затею. Побежим, посмотрим, что с Юкой. Мало ли что могло случиться. Вообще странный этот, конечно, телефонный звонок. Не знаю, может это даже померещилось, но вообще слишком много совпадений. Сны постоянно снятся о том, что нас Юка просит, чтобы мы спасли ее. Давайте побежим скорее, посмотрим. Надеюсь, там все в порядке. Юта? Юта, что это ты здесь делаешь? Забочусь о Юке. Смотрю, чтобы ей не стало хуже. Отойди от нее сейчас же. Что? Я сказал, отойди от нее. Рин, что с тобой? Почему ты злишься? Может, тебе надо немного отдохнуть? Заткнись, сделай, что тебе говорят. Отойди от нее. Ты, ты ненормальный. Я это еще вчера заметила. Это я ненормальный. По-моему, это ты ходишь и цепляешься ко всем. Женщины себя так вести не должны. Почему ты не хочешь стать такой, как Юка? Что? Да заткнись ты, просто отойди от нее. Посмотри, какая она красивая. Какая она покорная. Ты свихнулся. Он что, нож достал? Что с тобой, Рин? Подойди же ко мне. Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого. Ты, ты... Что тебе от меня надо? Не валяй дурака. Вот, ты опять грубишь. В этом нет ничего привлекательного. Иди сюда. Я просто скажу тебе кое-что. Отойди от меня. Боже. Рин, что ты делаешь? Открой дверь. Ну же, открой. Разве ты не хочешь поскорее уехать отсюда? Я не сумасшедший, нет? Открывай. Не время играть в игры, сучка. Открой проклятую дверь. Юта совсем свихнулся. Что за дерьмо? Как такое могло произойти? В какой момент это началось? Когда он стал сходить с ума? Картины? Картины с Офелией. Точно. Он ходил и смотрел на них. Да. А до этого с ним было все в порядке. Значит, дело в картинах? Черт, мне нужно что-то делать. Лучше побежали по-добро-здоровому. Так. Да, нам, походу, надо все картины скинуть. Ой, господи, он чуть не словил меня. Чувствую, если он словит, то нам каюк будет. Давайте следующую картину сейчас сбросим. Блин, у меня уже совсем память отшибла. Я не помню, где еще были картины. Вроде как... Этой. Да, в столовой есть одна. По-моему, на втором этаже еще были картины. Так, тут нету. Так, сделаем давайте кружачек. Уйдем. Так, нам надо... Блин, что я делаю? Вот дурак. Вот, мы сделаем еще один круг. Что-то я начал волноваться немножко. Значит, на первом этаже вроде как закончили. Давайте на втором ищем еще картины. Так, вот еще одна. По-моему, внизу еще есть. Давайте попробуем осмотреть еще комнату. Блин, я заглушу эту комнату не от второго выхода. О, чуть не попался. В общем, я, скорее всего, вырежу те моменты, потому что я очень много ошибок там сделал и очень часто он меня ловил. Поэтому не стану уже вас мучать и пойду, разобью последнюю картину. Она в этом доме находится. Это последняя. Рин Ямазаки тяжело дышит. Какой-то шум. Он упал, походу. Рин Ямазаки удивляется. Юта, ты жив? Не шуми так, Шумазаки. Что у тебя случилось? О, боже, что с ним? Юта, гнался за тобой? Не говори глупостей. Зачем ему это делать? Думаешь, я вру? Как будто ты сам не видел. У него был нож. Он еще вчера был сам не свой. Наверное, это стресс. А ты как думаешь? Он был совершенно невменяем. Смотрел на Юку и назвал ее красивой. Хотел, чтобы я стала похожа на нее. О, боже, как голова болит. Странно. Хоть убей, не помню, как я ложился. О, Рин, Саитара, доброе утро. А вы тут что делаете? Ау! Рин, за что? Зато я не люблю, когда за мной гонятся с ножом. Гонятся за тобой? О чем ты? Ты руком прикидываешься? Думаешь, я не знаю, чем ты тут занимался вчера? Да я тебя в порошок сотру. Эй, Рин, хватит! Юта, ты как себя чувствуешь? Ты потерял сознание. Серьезно? Еще со вчера ты ведешь себя очень странно. Что с тобой случилось? Странно веду себя? Не помню. Вообще ничего не могу вспомнить. Я ходил, искал карту и все. Знаешь, лучше лежи, отдыхай. А карту найдем мы с Рин. Поможешь нам, когда тебе станет лучше. Ладно, простите. Юта, кажется, немного успокоился. Когда он отдохнет, ему станет лучше. Сейтара, я пойду за помощью. Ты серьезно? Мы застряли в незнакомом месте с Юкой и Ютой. Творится какое-то безумие. Еще чуть-чуть, и мы здесь все сойдем с ума. Я просто немного прогуляюсь. Если повезет, то найду деревню или еще что-то. И вызову оттуда спасателей. Рин, не глупи. Я там чуть не заблудился. У тебя вообще топографический кретинизм. Ой, ну заткнись уже. Что нам еще делать? Искать карту? И все это, когда Юка... С Юкой все в порядке. Она дышит. Она... А если ты заблудишься в горах, то это мне придется тебя искать. Не создавай мне лишних проблем, Йомазаки. Я буду искать здесь. Ты пойдешь в старый дом. Разговор окончен. С каких это пор лысый командует мной? Я здесь оставаться не буду. Надо идти. Даже наугад я куда-нибудь дойду. По-моему, это очень глупо. Давайте вернемся все-таки в старый дом заброшенный. Как нам и посоветовался Итар. У нас же есть клюшка. Сейчас мы сможем открыть шкафчик. Эта дорога ведет к старому дому. Если я иду за помощью, то мне в другую сторону. Ты что, совсем уже тронулась? Ты собралась идти? Господи. Ладно, давайте так и сделаем. Особо выбора у нас, смотрю, и нет. Вот эта тень очень похожа на ту самую тень из сна. Русалка, что ли? Я не знаю, что это вообще может быть. О, боги. Звуковое оформление, конечно, мне нравится тут. Блин, она что, меня хоть может словить, что ли? Надо тогда побыстрее бежать, если она... Если она словит... Если она словит меня, то капец будет. Поломимся уже. И куда мы пришли? Все. Нет больше сил. Не могу идти дальше. Устала. Где я? Как я буду возвращаться? Юка? Нет. Юка там, в доме. Ты не она. Это ты? Ты была в моем сне? Кто ты такая, черт побери? Она прошептала что-то. Спаси меня. Кого спасать? От кого спасать? Я... Я ничего не понимаю. А кто спасет меня? Кто придет и просто заберет меня домой? Спаси меня. Спаси меня. Спаси меня. Спаси меня. Спаси меня. Ты уверена, что хочешь уйти? Я больше не могу оставаться здесь. Я не могу жить с этой тайной. Это страшнее, чем смерть. Ты не боишься проклятия? Мне плевать на все проклятия. Я боюсь за своих детей. Боюсь, кем они могут вырасти, когда вокруг творится все это. Тогда прощай. Береги себя. Итак, вы бежите. Да, спасибо за все, что вы сделали. Вы были мне как мать. Я сама хотела сбежать, когда была моложе. Я мечтала об этом много раз. Но я боюсь смерти. Я решила остаться. Решила сохранить тайну. Бегите как можно дальше. Бегите, пока хватает сил. Туда, где их безумие не дотянется до вас. Мама, а проклятие не убьет нас? Мама, а они не убьют нас? Я не знаю. Вот дерьмо. Ямазаки исчезла. Ее нет ни здесь, ни в старом доме. Она все-таки решила пойти в горы, идиотка. Я же сказал ей никуда не ходить. Что ж, ребята, полагаю, на этом моменте мы уже и остановимся. Сразу прошу прощения за тупники. Есть причин, но... Я оправдываться не стану. Спасибо большое, что смотрели, ребята. Всем вам успехов, и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok